Чтобы картина визита была полной, Евгений Мартынов, представитель медблога областной общественной палаты, вышел на прямой разговор с жителями. Параллельно шла трансляция в соцсети. Для областных общественников это привычный формат. Он гарантирует массовый охват населения. Молодежь предпочитает задавать свои вопросы именно в интернете. В основном обозначали реальные проблемы. Но приходилось медикам и слухи развеивать. Оснащение скорых наших на уровне. И второй вопрос. Правда ли, что с 20 июля скорые будут платные? В отношении платной скорой помощи я говорю официально на данный момент времени, что она как была доступна для каждого жителя Московской области в целом, так и будет. В отношении первого вопроса все медицинские автомобили, санитарные я имею в виду, автомобили скорой помощи укомплектованы согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации. У нас есть все необходимое оборудование для оказания помощи. В зале клинчане среднего возраста и пенсионеры. Здесь диалог строится, как говорится, глаза в глаза. А опросы по большому счету не отличаются. В большинстве своем речь идет о записи к узким специалистам. В моей снохе срочно потребовался прием окулиста, отсвоение сетчатки. То есть по медицинским показаниям нужно было срочно осмотреть, так как это не терпит облагописка. Я обратилась в электронную регистратуру. В электронной регистратуре в первой поликлинике специалист не принимал вообще. Сейчас его нету. Ну, в январе его точно не было. Сегодня мы видели офтальмолога. Мы даже заходили к нему в кабинет. Они Александровны, если не ошибаюсь. Это врач офтальмолог, который работает в консультативно-диагностическом центре. Я понимаю, что на КДЦ привязаны и другие муниципальные образования, не только клин. Но, по крайней мере, этого доктора мы сегодня видели. Вам нужно будет обязательно подойти и обратиться, если вы не обращались к заведующим первой поликлиникой, Ольге Викторовне Колобовой, чтобы вот так точечно, персонально вашу проблему решили. К открытому диалогу подключилась и глава округа. В зоне ее ответственности контроль за созданием доступной среды для маломобильных горожан. Им чаще других приходится обращаться в лечебные учреждения. Не забыты, собственно, и сами медработники. Алена Сокольская особо подчеркнула. Для них в округе действует программа предоставления жилья. У нас предоставляется два вида жилья. Одно – это, конечно же, общежитие. У нас были счастливые новоселья и семьях педиатров. Может быть, об этом еще не говорили, но не говорили, да? То, что у нас приехали, замечательные. Муж с женой, с двумя пятишками мы предоставили благоустроенное жилье. Без малого два часа продолжалась встреча с жителями. В завершении Евгений Мартынов подвел общие итоги визита в наш город. Есть территории, которые требуют СОС, а есть территории, за которые ты можешь более-менее быть спокоен. Вот мы уезжаем отсюда с чистой совестью и со спокойной душой. Командная работа главы, главного врача, как управленца на территории, теруправления Минздрава, муниципальная общественная палата, неравнодушных жителей – вот это и даст тот результат, собственно, к которому мы все стремимся. Я знаю, что планы и амбиции у городского круга Клин очень серьезные. В планах областной общественной палаты провести в Клину большой форум «Сильное, здоровое, чистое». О дате сообщат, как только решат все орг-вопросы.